МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Искусство вечно. В уральских зарях прошел детский фестиваль «Золотоглавая Россия». Три десятилетия доблестного труда. Звание почетный машиностроитель Российской Федерации получил слесарь-ремонтник МРК Ренат Валишин. Урок от звезды. Нападающий металлурга Николай Голдобин провел мастер-класс для женской хоккейной команды «Ночные вельбы». А сейчас об этих и других событиях более подробно. В редакцию телекомпании ТВН обратились жители нескольких домов Ленинского района. Во дворе по Московской 20 сейчас ведется строительство новой пятиэтажки. Такому соседству на данный момент люди совсем не рады. Из-за стройки они лишились половины детской площадки. Кроме того, стало сложнее пройти к собственным домам. По словам жильцов, строительство ведется с нарушением благоустройства. И это не единственные проблемы. Выслушать обе стороны конфликта и выяснить суть постаралась наша съемочная группа. Эти кадры были сняты еще в октябре, когда на земле не лежал снег. Но кроме выпавших осадков во дворе мало что изменилось. Где сейчас возвышается насыпь, раньше была детская площадка. Об этом говорит шведская стенка, наполовину погребенная под землей. И это лишь вершина айсберга проблем, с которыми столкнулись местные жители. У нас беспокоит то, что засыпали спортивную площадку, которая принадлежит домам Ленина 6 и Ленина 4-1, на которые занимались дети. Также то, что земля насыпана, которая, естественно, вся потечет сюда, на машины, на детскую площадку, на нашу. Под этой землей весь мусор. Тот, который должны были вывезти куда-то вот на свалку или куда, но не вывезли. Все это вот землей присыпали потихонечку. Я сегодня вышла гулять с собакой. Во-первых, проходит у нас теплотрасса. Грязь от теплотрассы. Грязь вот с этой горы пройти просто невозможно. Как мы будем здесь жить, как будут наши дети, внуки, как мы будем ходить, неизвестно. Не пройти, не проехать. Сейчас, чтобы выйти из двора, горожанам приходится делать солидный крюк. Ведь никто не хочет штурмовать эту насыпь. К тому же территория вокруг объекта строительства огорожена забором. Местные жители все как один говорят, раньше было в разы удобнее. После парковки ступеньки спускались вниз с поручнями. Было очень удобно. Вот мы спустились, у нас была спортивная площадка. То есть все дети гуляли. Этот дом, когда раньше был старый дом, дети с того дома спускались на нашу площадку. У нас, посмотрите, они сделали на один дом площадку больше, чем у нас площадка детская, на два дома. У нас жителей в два раза больше. Это унижение вот для нас, для живущих здесь. Тем более мы уже здесь коренные жители. Мы вот многие здесь живем. Сначала заселение в этом доме. И как вот это вот, почему такое отношение? Сами по себе местные жители не конфликтные. Они просто хотят получить ответы на вопросы и не стать жертвами непродуманного строительства. Поэтому они уже неоднократно писали письма в городскую администрацию. Также сейчас они отправили запрос к губернатору. А вот диалога со строителями не вышла. Мы к ним обращались. Они как говорят, нас это ничего не касается, мы работаем по плану. Остальное их не волнует. Вот здесь вот срезали, убрали. Здесь вот порнографию оставили. Вот клочок оставили, не доделали. Наша телекомпания обратилась за комментарием в городскую администрацию и к подрядчику. В официальном письме муниципалитета сказано, что работы ведутся в соответствии с утвержденной проектной документацией. Иными словами, проект предоставляет застройщик. Администрация его утверждает. Местных жителей в этой цепочке нет. Поэтому, если говорить об удобстве, то указанной проектной документацией не предусмотрено устройство лестниц. Также, если верить чиновникам, то после запроса была организована проверка. Вот цитата. Сотрудниками администрации Ленинского района города, управления охраной окружающей среды и экологического контроля администрации города был осуществлен совместный выезд, по результатам которого нарушения не были выявлены. Нарушение – это использование строительного мусора, о котором говорили жители. Директор строительной организации пояснил, что при возведении были уложены несколько кусков монолитного бетона. Это делалось для укрепления конструкции. Такая технология используется давно. Для того, чтобы эта площадка впоследствии не сползла и не оплыла, делается более жесткое основание, более крупных элементов. То есть, грубо говоря, куски бетона – это тоже те же куски скалы. То есть, соответственно, потом поверхник насыпался с условным уплотнением стальный грунт, который впоследствии сверху также был засыпан с уплотнением щернем. И сверху было уже выполнено хиничное покрытие из песка. И также по периметру было обсыпано черноземом. Насколько такая технология надежна, покажет время. Радует вот что. Снова цитата официального письма городской администрации. Детская площадка размещается на территории общего пользования и будет доступна для неограниченного круга лиц. В настоящее время в целях безопасности установлено временное ограждение на период проведения строительных работ. Готов подрядчик реанимировать и элементы игрового оборудования, которые пали в стройке. Мы не хотим конфликтовать с жителями прилегающих территорий. Поэтому сейчас идет диалог с представителями администрации об о регулировании ситуации. Возможно, мы установим новую шведскую стенку в удобном месте или другую малую форму. Сейчас это обсуждается. Как и местным жителям, нам также хочется надеяться на конструктивный диалог. Проще говоря, чтобы мнения горожан были услышаны. Удастся ли это? Узнаем, когда строительство будет закончено. Павел Берсенев, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На его счету более трех сотен рационализаторских предложений. За его плечами почти три десятилетия работы на производстве. Слесарь-ремонтник вальца шлифовального участка МРК Ринад Валишин за свой добросовестный труд не раз был награжден дипломами и грамотами самых различных уровней. На днях отметили специалисты и на Всероссийском. Государственную награду, звание «Почетный машиностроитель Российской Федерации» в резиденции губернатора области Алексей Текслер вручил ему лично. Евгения Солохудзинова продолжит тему. Специалист с ясным потливым умом и золотыми руками. Так отзываются коллеги и руководители Аринати Валишини, слесари-ремонтники вальца шлифовального цеха механо-ремонтного комплекса ММК. На комбинат он пришел в 1992 году после окончания Челябинского политехнического института и работы по распределению в Омске. Сначала инженер-механик устроился на ЦРМО-3. Три года спустя по приглашению перешел в ЛПЦ-10. На новом месте ему сразу доверили руководство бригады, с чем он успешно справляется уже 26 лет. Наша основная задача, конечно, обеспечение бесперебойной работы статусного оборудования. Команда у меня... Спасибо ребятам, которые со мной работают. Это Терещенко Константин, Танаев Евгений. Очень они помогают мне. Большое спасибо им. Без них, конечно, у нас бы не было такого успеха. Нашу команду знают по всему комбинату. Нас приглашают другие цеха на помощь. Зная наш опыт, зная, что мы многое можем. Вместе с ребятами из бригады они не боятся браться за самые сложные задания. Специалисты взяли на себя целый спектр работ. Механику, гидравлику и смазку оборудования. Шарик-авентовый пар на комбинате все боятся к ним прикасаться. Мы, все наши команды, мы это ремонтируем. Шпиндельные узлы, где действительно зазоры, буквально соточки, приходится ремонтировать. Иначе, если покупать новые детали, это миллионы и миллионы рублей. Вот экономим для комбината своим знаниям и своим опытом. Универсальный специалист, это тоже о нем. Ренат Валишин официально закреплен за ЛПЦ-10, однако обслуживает и другие листопрокатные цехи. ЛПЦ-11, ЛПЦ-5, ЛПЦ-4. Он занимается и техническим обследованием оборудования, и при необходимости ремонтом. Человек крайне трудолюбивый, исполнительный. Он обслуживает парк станков, который у нас расположен по всем цехам листопрокатным. Поэтому он принимает участие во всех ремонтах станков. Всего станочного парка во всех подразделениях. Принимает крайне непосредственное участие в рационализаторской деятельности, что и применяет на практике, что улучшает, опять же, работу нашего цеха. На все руки мастер. Говорят о нем окружающие. И не лукавят Ринат Фаритович за свою жизнь построил самостоятельно три дома. Родителям, племяннику и себе. Своё жилище поднимал с фундамента до крыши в течение четырёх лет. Сам ставил окна, сам двери ставил, электрику сам провёл, сантехнику сам провёл, отопление сам. Тоже вот отопление вроде, ох, хитрое. Да не хитрое это дело, всё это сейчас в интернете есть. Главное, чтобы желание было. Потом пришлось всё это отделывать, отделывать гипсокартоном, где кафель класть. Потом, когда всё это сделал, отделочные работы, встал вопрос, мебель. Мебель сам делал. Вот кухонную мебель сделал, гардеробную сделал. Неоднократно специалист признавался лучшим в своём деле. На его счету более трёх сотен раз предложений. Многие из них реализованы и успешно работают много лет. По мере своей работы я тоже стараюсь ребятам, остановщикам, где-то обеспечить, чтобы безопасно было. Где-то облегчить им работу. То есть приспособления придумаем всякие для транспортировки кругов, для сборки кругов. Чтобы это не на пояснице было, а не на спине, а чтобы им облегчить эту работу. До сих пор они уже 20 с лишним лет пользуются этими приспособлениями, которые я придумал. Новая награда за многолетний добросовестный труд нашла героя буквально на днях. И была вручена в резиденции губернатора Алексеем Текслером лично. Эта награда была указана президентом Российской Федерации, заслуженным вошленностарительом Российской Федерации. В торжественной обстановке нам вручили. Группа была с ММК, 15 человек, 5 человек в МРК было и 10 человек с ММК. Оценка моего труда, но это я повторюсь, это не только моего труда, это наши бригады. То есть все-таки без них не было такого успеха. Ну вот получается, я как руководитель бригады отметили меня. Ренат Валишин планирует продолжать струдиться на благо производства в том же духе. Иначе он не привык. Евгения Солокудинова, Олег Карпенко, телекомпания, ТВИН. К другим темам. Любовь к искусству объединила десятки юных танцоров, вокалистов, художников из разных уголков страны. В детском оздоровительно-образовательном центре «Уральские зори» состоялся Всероссийский межнациональный фестиваль художественного творчества «Золотоглавая Россия». В течение нескольких дней талантливые участники проходили конкурсные испытания, принимали участие в мастер-классах и экскурсиях. Завершился фестиваль гала-концертом и церемонией награждения. Торжественное мероприятие посетила наша съемочная группа. Творческие состязания для них уже позади. За оценку жюри можно больше не переживать. На сцене заключительный концерт Всероссийского фестиваля. Алексею Неронову 10 лет. Юный магнитогорец представляет сразу два коллектива. Фольклорный ансамбль «Калинка» при Правобережном центре дополнительного образования и детскую школу искусств номер 4. Сейчас Алексей рассказывает легенду о соленом озере, которое однажды впечатлило его. Я узнал про эту легенду, когда мы всей семьей поехали в Крым. А там был искусствовод. И он рассказывал эту легенду в таком вот укороченном виде. Анастасия Белялова из Челябинска, пожалуй, самая юная участница фестиваля. Девочка занимается в студии «Афарин». Она любит петь и танцевать и не боится выступать на сцене. Мы видели твое выступление, очень красивое, ты пела. Расскажи, что это за песня, про что? Про птичку, которая похитила ее орел. Фестиваль настолько нам с детьми понравился, настолько насыщенная программа. Мы с детьми и съездили в город Магнитогорск, познакомились с историей металлургического магнитогорского комбината, на фуникулерах катались, библиотеки были. Но программа, я говорю, очень эмоциональная, насыщенная, интересная, яркая. Они такие разные, но объединяет их одно – любовь к искусству. Фестиваль «Златоглавая Россия» собрал более 250 талантливых детей из разных уголков страны. Свердловской, Рязанской, Курганской, Калининской, Челябинской области, а также Пермского края, Республику Дмуртия и Башкортостан. В течение нескольких дней они проходили конкурсные испытания в разных номинациях, оценивала работы и выступления конкурсантов профессиональное жюри. Приехали талантливые и одаренные дети. Очень насыщенная такая программа. Они демонстрировали свои достижения во многих областях. Мы вот вчера смотрели театр, театр, театральные постановки. Здесь выступали коллективы, коллективы фольклорные, коллективы различные и солисты. Интервью у нас проходит в холле, где есть выставка их работ. Здесь были художники, просто потрясающие работы. Кинотворчество. Мы смотрели фильмы, которые создали сами дети. Фестиваль уникален тем, что помимо творческих состязаний организаторы включили в программу мастер-классы и экскурсии. Дети и преподаватели посетили промышленную площадку и музей Магнитогорского металлургического комбината, познакомились с легендарными памятниками, а также поднялись на гору на фуникулёре. У меня был номер с песней вокальной, сольной, сяду я на лавочку и Ника Нориха. Для меня они запомнятся тем, скорее всего, то, что мне все помогали, то, что они поддерживали меня, похвалили. Всероссийский межнациональный фестиваль «Златоглавая Россия» проходил впервые. Организаторы и партнеры мероприятия решили провести его у подножья башкирских склонов. И название придумали соответствующие, объединяющие разные нации народов страны. В следующем году опыт намерены повторить. Очень важно, что это мероприятие внесено в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. И это мероприятие рейтинговое. По итогам этого мероприятия все дети заносятся в банк «Одарённые дети России» и имеют право претендовать на льготные и бесплатные путёвки во всероссийские детские центры «Артек» – Международный центр в Республике Крым, «Орлёнок» – Смена, Краснодарский край, «Сириус» – Образовательный центр Краснодарского края и «Океан» – Приморский край. Мы хотим повысить свой творческий потенциал, свой интеллектуальный потенциал благодаря этому конкурсу. На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения. Лауреатам разной степени вручили дипломы и медали. Но главное, пожалуй, что увезут с собой участники фестиваля, помимо наград, море впечатлений, которые останутся с ними ещё надолго. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». О новостях спорта через несколько секунд. Поделился с ночными ведьмами секретами мастерства и пожелал удачи. Нападающий командой «Металлург» Николай Голдобин дал мастер-класс женской любительской хоккейной команде «Магнитки». Уже меньше, чем через неделю спортсменкам предстоит принять участие в отборочных играх ночной хоккейной лиги. И этот урок хат-форварда оказался как нельзя кстати. Евгения Салахудзинова расскажет обо всём подробнее. Евгения Салахудзинова Самое важное, я считаю, что это командная работа. Уверена в этом и Ирина Кузнецова, мастер-закройщик и дизайнер в обычной жизни. Она пришла в хоккей два с половиной года назад. Сначала играла в защите, пока однажды по воле судьбы не пришлось встать в ворота. Теперь в другом амплуа себя и не представляет. Тренировки галкипера, как правило, интенсивнее чаще, чем у полевых игроков. Последнее время Ирина выходит на лёд восемь раз в неделю. С девочками нашими мы занимаемся три раза в неделю. И плюс у нас ещё игры мы играем с Академией хоккея, ну с мужчинами мы играем. Если не заниматься, то нету роста. Поэтому я занимаюсь с мужчинами. Такой интенсив не случайен. Сейчас идёт активная подготовка женской хоккейной команды в возрасте в 18 плюс к отборочным играм турнира ночной хоккейной лиги. Чтобы отправиться в Сочи в мае 2022-го, девчонкам нужно показать класс на соревнованиях в Можайске уже в эти выходные. Девочки у нас буквально 19-го числа отправятся на всероссийские соревнования. Будут бороться с достаточно сильными командами. Там Москва, Чебоксары, Сочи. То есть такой достаточно сильный дивизион. 18 плюс. Но, честно говоря, как бы не прошли эти соревнования, для нас это всегда колоссальный опыт. Команде всё-таки три года всего. На льду все горят, и даже декрет игре не помеха. Полтора месяца назад защитник ночных видим Ксения Лаврова стала мамой. А неделю назад возобновила тренировки. Говорит, не имеет права подвести команду. К сложностям готова. Будет очень тяжело. Слава Богу, что это выходные. Как бы есть с кем посидеть, конечно. Но всё равно тяжело будет расставаться. Потому что полтора месяца. Ей как раз-то будет два месяца. Прям день рождения ей будет. Надо гол забить в честь неё. Сегодняшняя тренировка – уверенный шаг к успеху. На лёд вместе с девчонками вышел игрок НХЛ. Участник молодёжной сборной России. Нападающий командой «Металлург» Николай Голдобин. Который отработал с ночными ведьмами элементы владения шайбой. Тактические действия. Чем ближе ты к кварталю, тем дальше он выкатывается. И там находятся защитники по привычке. Ну они там, да. Вот так ложатся все. Это не первый мастер-класс для ночных ведьм от профессиональных игроков «Металлурга». Своими секретами мастерства с девчонками делились Евгений Бирюков и Николай Кулемин. Николай Голдобин провёл на тренировке полчаса. И они были максимально продуктивными. Стоять на месте девчонкам не давали ни звёздный гость, ни тренеры. Пару приёмов показал. Мой ферменный приём через ногу. Побросали немножечко, попринимали шайбочки. Я думаю, научились чему-то. Николай присмотрелся к игрокам женской команды и сделал вывод, нужно поработать над точностью бросков. А в целом потенциал у команды есть и немалый. Он пожелал удачи ночным ведьмам в предстоящих важных для них соревнованиях. Надеюсь, они там всем порвут. Желаем удачи от чистого сердца. В ответ девушки пообещали показать класс, амбиции и целеустремлённости у одной из самых молодых команд женской хоккейной лиги немало. А это уже половина успеха. Евгения Солхудинова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдёте в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisin.ru. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok